На открытом первенстве ПТ Квандо сильнейшие представители возрастной группы от 9 до 10 лет. Воспитанники школ Бреста, Пружан, а также спортивного общества Динамо. Несмотря на юный возраст, многие из них довольно опытные участники соревнований, призеры международных турниров, подающие большие надежды спортсмены. В этот день все без исключения ощущали огромную ответственность за свои выступления на спортивной арене. Статус состязания обязывал. Открытое первенство было посвящено юбилею Белорусского физкультурно-спортивного общества профсоюзов. Его деятельность направлена на развитие спорта в регионах, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Чтобы человек был здоров, конечно, всю жизнь заниматься спортом. И чтобы достичь определенных результатов, нужно это делать с раннего детства. Поэтому Федерация определенные средства направляет, понимая важность этого вопроса. И сегодня проходит соревнование по Тэк-Кондо. Это как везде, повсеместно по стране, такие мероприятия проводятся во всех спортивных школах, районах, городах. Мы сегодня учредили специальные призы для победителей. И спорт – это сила, спорт – это здоровье. В этот вид спорта ребят привело желание быть сильными, выносливыми, готовыми противостоять противнику в равных условиях. Такие, как Илья Зайцев, призер множества соревнований, боевое искусство Тэк-Кондо привлекло по целому ряду причин. Я занимаюсь уже 7 лет Тэк-Кондо, потому что я подумала, что это олимпийский вид спорта. И там очень много защиты, как не будет, но очень много травм, как и другие спорты. К примеру, Маутай, бокс и все остальное. Успехы есть? Да, успех есть. Ездил в чемпионат Европы, занял третье место. Ездил еще в Гродно, ездил, занял первое место, опять боевок было. Еще недавно в Польске занял третье место в спаингах, а в спецтехнике два первых места. Шансы на победу в данных соревнованиях у каждого из участников были высоки. Ребята проходят подготовку у профессионалов своего дела, а потому расслабляться не приходится. Боевые единоборства – выбор настоящих бойцов с сильным характером и серьезными целями. Участники состязаний не дали в этом усомниться. Я хотел бы занять первое место, и чтобы все мои друзья тоже заняли первое место. А расскажи, пожалуйста, в будущем ты бы хотел связать свою жизнь с спортом? Да, я хотел. Я хотел попасть на чемпионат мира по Токлондору. Буквально в воскресенье мы вернулись с открытого Кубка Белоруссии, вот и заняли там второе командное место. То есть получается, что из десяти человек нашей команды девять стало чемпионом. Такой результат говорит о многом. Молодые спортсмены Брещена – представители данного вида боевых искусств. Подтверждают высокий уровень подготовки как на республиканских, так и на международных состязаниях. Многие из них входят в национальные сборные, а также резервный состав страны. Впереди у них широкие горизонты, победы и высокие титулы. Имена спортсменов, которых взрастили профсоюзные школы, сегодня известны во всем мире. Кто знает, возможно и среди этих пока еще юных ребят – будущие чемпионы Белоруссии.